Всем-всем привет, с вами Клеопатра. В сегодняшнем видео мы поговорим о пиках, которые стоит использовать, чтобы пройти испытания кубок PSG. А перед началом хочу пригласить тебя в свой клуб Dark Masters. Ход открыт, начиная от 25 тысяч кубков. Если у тебя нет постоянного клуба, ты хочешь найти хороших тиммейтов, с которыми можно пройти, в том числе и турнир, обязательно вступай. Так есть на экране и в описании к этому ролику. Кубок PSG пройдет уже в эту субботу, 27 марта, поэтому стоит заранее выделить время и все-таки пройти этот турнир. Ведь если ты это сделаешь, то получишь скин Mike PSG абсолютно бесплатно. На этом турнире будет три разных карты, но все они в одном режиме, Brawl Ball. Тебе нужно сделать 9 побед, но не расстраивайся, если вдруг нахватаешь поражений. После 4 поражений игра предложит тебе приобрести дополнительные попытки за гемы. Но я думаю, что гемы можно и приберечь, поэтому в этом видео расскажу, как тебе пройти это испытание, не тратя гемы. Итак, первая карта – Суперстадион. Эта карта уже довольно давно в игре. Я думаю, что ты, наверное, уже примерно представляешь, каким пиком тут стоит играть. Мы с моей командой тоже тестировали разные пики, но пришли к выводу, что вот этот пик самый оптимальный. Итак, у нас есть пик Сэнди, Макс и Эмс. Давайте начнем с последней. Эмс в этом пике будет очень хорошо останавливать средников и тех бравлерах, у которых хорошее здоровье. Биби, Джеки, Роза, Фрэнк, Шелли, ну и все такого рода. Выбор пассивки зависит от вашего стиля игры. Если хотите играть более агрессивно и напротив вас находятся два или же три бравлера с хорошим здоровьем, то тогда берите пассивку «Плохая карма». Если хотите играть большую защиту, то стоит взять вторую пассивку на восстановление здоровья. С Макс все гораздо проще. Тут, очевидно, нужно брать первую пассивку, которая позволяет заряжать Супер, когда Макс находится в движении. Макс в этом пике является подгонялкой. И, конечно, использовать ульту Макс лучше всего в тот момент, когда оба товарища по команде находятся рядом с Макс, чтобы не только она бегала быстро, но и вся ваша команда быстро передвигалась по карте. Это создаст сложности для команды соперника в убийстве ваших бравлеров и плюс ко всему поможет вам быстро проскочить к воротам соперника и быстро забить мяч. Что же касается Сэнди, то, как правило, он берет на себя один из флангов, левый или правый, а вот с пассивкой, опять же, на ваш выбор. Если вы хотите, чтобы соперники не могли восстанавливать здоровье, тогда берите пассивку на урон. Если же вы хотите поддерживать постоянно свою команду, тогда лучше брать пассивку на хилл. И лично мы будем брать пассивку на лечение, потому что по нашему опыту, конкретно нашей команды, нам гораздо комфортнее, когда мы восстанавливаем здоровье, нежели когда соперник не может восстанавливаться. Но в любом случае, я рекомендую вам попробовать этот пик сначала в дружеской игре, возможно, с вашими друзьями, ну или на худой конец с ботами, чтобы вы к нему приноровились и поняли, как лучше и как удобнее играть вам с точки зрения пассивок. В целом, эта карта очень комфортная, и я думаю, что тут особых сложностей у вас не возникнет. Следующая карта называется в центре внимания. Здесь много кустов, поэтому вариантов использования разных бравлеров здесь тоже много, кстати, как и в предыдущем варианте. И да, я всегда говорю, что наш пик не единственный, всегда можно составить еще парочку-тройку хороших пиков, которые тоже будут тянуть. Но я рассказываю про тот вариант, которым будем играть лично мы на турнире. В этом пике используется тик, гавс и рикошет. Тик здесь очень хорошо забрасывает соперника, ему вот просто комфортно на этой карте, потому что сопернику постоянно приходится деваться либо на левый фланг, либо на правый, а там уже поджидает рикошет вместе с гавсом. Рика, сами понимаете, здесь просто очень много рикошетит, и за счет этого сопернику также некуда деться. А вот гавс здесь очень хорош тем, что он может раскрыть карту и таким образом снести забор, который заслоняет вход во вражеские ворота. Используйте обязательно для этого ульту гавса и пассивку на разрушение. Что касается рикошета, можно использовать как пассивку на отскок, так и на бег, но я считаю, что на отскок будет эффективнее, опять же, за счет того, что здесь очень много стенок, от которых может рикошетить рикошет, ссорить за тавтологию. Причем я говорю не только о центральных стенках, но еще и о боковых, то есть здесь все как раз очень хорошо подстроено именно под рико. И, наконец, третья карта, которая относительно новая, и, возможно, не все из вас на ней много играли, поэтому на нее стоит обратить отдельное внимание. Она очень закрытая, здесь очень много различных препятствий, поэтому здесь мы взяли такой пик, где в составе есть гавс, тик и сту. Давайте разберемся с каждым бравлером по отдельности. В самом начале игры сту должен поставить свою установку, причем для этого есть вот такое прям очень удачное место, где эта установка может охватить сразу всю команду. Это позволит вам быстрее пройти к центру карты. Тик, как и в предыдущем бою, здесь нужен для того, чтобы закидывать соперника, и ему здесь также очень комфортно за счет большого количества препятствий, где он может прятаться. Гавс, аналогично, как и в прошлой карте, здесь нужен для открытия забора у соперника. Причем, если хорошо кинуть ульту, то можно открыть сразу достаточно большой кусок забора, который позволит вам напрямую кидать мяч. Это будет очень удобно. Также, как и на предыдущей карте, с учетом большого количества препятствий, не забывайте про то, что гавс умеет рикошетить. Конечно, не так круто, как сам рикошет, но все равно это частенько спасает. Поэтому сопернику будет сложно куда-то спрятаться от гавса, так как вы, как правило, везде сможете его достать с помощью своего небольшого рикошета. Ну а сту в вашей команде будет являться бравлером, который сможет создавать просто непредсказуемую ситуацию за счет того, что он заряжает ульту за один раз, за одно попадание. Конечно, да, нужно попадать, и если у вас с этим не очень, то сначала потренируйтесь, а потом идите в бой, потому что здесь попадание действительно решают. Однако именно с помощью сту вы сможете создавать действительно очень спонтанные и неожиданные моменты, которые могут просто дезориентировать ваших соперников. А что насчет розы, спросите вы? Карта ведь кустовая. Да, действительно, это так, и второй гаджет здесь будет очень хорошо себя проявлять. Однако не стоит просто брать этот пик и заменять одного бравлера на розу, потому что так дело у вас не пойдет. Мы попробовали сделать аналогичное, убрали гавса, вместо него поставили розу. Однако столкнулись проблемы то, что центр очень тяжело становится раскрыть. Безусловно, это можно сделать с помощью головы тика, но все-таки не факт, что она побежит именно в нужное направление, и вот так хорошо, как сейчас это сделал гавс, откроет вам забор. Поэтому роза, конечно, здесь хороша, но тогда нужно полностью менять пик, а не просто достраивать его, исходя из текущего. Ну и под конец пара рекомендаций. Как я всегда говорю, не стоит проходить какие-либо турниры без команды. Даже если вам не с кем играть, используйте хотя бы лупу. Там вы сможете, во-первых, оценить уровень игры конкретного игрока по его статистике, а также предложить бойца, чтобы сформировать, ну, хотя бы какой-то пик. Если вы играете просто с рандомом, с кем попало, то шансы на прохождение очень низкие. Также перед тем, как идти проходить турнир, я рекомендую хотя бы пару каточек сыграть и размяться в дружеских боях, если вы ранее не играли на этой карте. Это поможет вам сориентироваться, понять, кто идет на фланг, кто на мид, кто как действует, и в дальнейшем в реальной игре на турнире вам уже будет проще. Ну и, наконец, если вы не прошли изначально турнир, не расстраивайтесь, вы можете его загемать, получить дополнительные попытки, ну, либо же потом купить этот скин уже загемы в магазине. Так что, в любом случае, желаю удачи! Ставьте лайк, если это видео вам понравилось и было полезно. Не забывайте подписываться на канал и прижимать колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну, а я желаю вам удачи и пока-пока!